Я думаю, что нужно немножко сказать о других вещах, о том, что у нас на сегодняшний день долговые обязательства по итогам 2017 года превысят объем валового внутреннего продукта годового. И уровень соотношения, он составляет не более 60% для нормальных стран, а за 60% уже идут разные, скажем так, похожие на дефолтные явления. Если я не прав, может меня поправят экономические эксперты. Что касается ситуации, что делает наше правительство, абсолютно нет путей, как мы эти деньги будем возвращать. Я напомню вам одну вещь, которую мы так сильно радовались, вернее радовалось тогдашнее правительство Иценюка в 2015 году, когда вроде реструктуризировали наши обязательства на 5 лет, 5 миллиардов до 2020 года. С 2020 года мы будем практически весь рост нашего ВВП отдавать нашим кредиторам. При этом, когда сегодня премьер в Париже говорил о том, что вот у нас начался рост ВВП, то надо понимать, что это все величина относительная. Потому что если бы мы упали за практически 25% в той или иной отрасли и в целом, то соответственно там этот рост 1-2% он фактически ничего не решает. А относительный рост всегда будет. А говорилось в этих документах, когда подписывалась реструктуризация, именно об относительном росте. И соответственно мы сделали эту реструктуризацию на абсолютно кабальных условиях. Правительство совершенно не предлагает пути, как мы эти деньги будут возвращаться будущими поколениями. Я сейчас не хочу говорить громкие фразы нашими детьми и внуками, но это абсолютная правда. Потому что в этом бюджете, вот мы говорили о минимальной заработной плате, это очень важная вещь. Но совершенно нет шагов, как собирается правительство поднимать реальный сектор экономики. Как правительство собирается действительно добиваться роста валового внутреннего продукта, создавать рабочие места, поддерживать те отрасли, которые действительно являются бюджетообразующими для страны. Поэтому если говорить о МВФ-овских деньгах, это определенный инструмент на определенном этапе. Но это никак не может быть целью, стратегической целью. У нас все бюджеты подогнаны под то, чтобы получить кредит МВФ. Получили, дальше что? Не берут деньги МВФ в бюджет. Никогда скажите, а мы не берут бюджет. Перестаньте передергивать. Я сказал о том, вы вспомните, как голосовала коалиция, бюджет 2016 года. Говорят, что если не проголосуют бюджет 2016 года, МВФ не даст деньги. МВФ дал деньги только фактически в конце 2016 года. Деньги идут нацбанк. Нацбанк для резервов. Нацбанк потом, нацбанк потом, по просьбе правительства. Правительство имитирует АВГЗ, нацбанк их выкупает. И таким образом деньги уходят в бюджет. Так точно так же делали правительство Азарова. Николай Заборев, Владимир, сейчас вы так же делали. Причем до правительства Азарова. А потому что мы большие долги были тогда. Правительства Азарова три года нет. Если сравнить, что было при правительстве Азарова, то долги увеличились в три больше раза. Давайте о попередине, как пока не будем. Мы не говорили Азаров больше, чем три раза. Там будут выживать будущее поколение. Азарова.